14 часов 26 минут 21 число 08 это август 2017 год за 150 рублей на такси доехали со своего санатория до входа в Тисово Самшитовую рощу ой какой это тоже хороший вид тут виды и виды на вообще сейчас 30 градусов тепла но мы вот зашли в тенек ветерочек дует мне нравится здесь прохладно и хорошо Тисово Самшитовая роща ео три энд бихвуд три грув о это грув а это не грув это Ирочка это маршруты это еще что-то ну мы карту возьмем наверное можно заехать на машине так подозревая 300 рублей вход с человека после покупки билетов на входе девушка объясняет куда что какой маршрут лучше выбрать что везде есть указатели объясняет от большого кольца вот по большому кольцу надо пойти чтобы попасть на каньон да да билет единый вы можете пройти все три мы хотим скупаться в большом каньоне три часа и до четыре часа туда-обратно идти как нам объяснили деревца прикольная интересно металлическая угадал с солами, с птичками смейками птица-самшитовая роща это вот маршрут по которому мы пойдем а ну нам надо столбиковый вот он вот он это боярышник пятистон а где ты видишь боярышник вот написано и вот куст погрызанный вот этот да сейчас я попробую приблизить ну подойди я приблизил вот так тут жучки паучки вот это боярышник пятистолбочный да столбиковый пятистолбиковый вот боярышник увидели тут все подписано действительно как девочка и говорила вот только мне вот эти все говорят какая-то фигня что-то тут съела я думаю может липа беганилистная а вот а вот это что фигня растет это для пчеловодов говорю от ковыриваете ее отбиваете потом в дымарь и очень хорошо пчелок обрабатывает они не кусаются не кидаются вообще шикарнейшие грибы для дымаря кто не знает как бывший пчеловод почти с десятилетним стажем объясняю а здесь зоопарка нет зоопарки есть на красной поляне сказали здесь какие цветы растут показаны самшит колхидский с колхиды вот это и есть самшит что ли вот это и есть махонький самшит у меня такой царство небесное у мамы на кладбище отец посадил и это самое и у Иры на даче такое растет без проблем причем кладбище находится под Ставрополем а у Иры он растет на даче Подмосковья под дуб вот эти вот острые листики под дуб колхидский вот какой прикольненько так я все снимать не буду так как иначе мы вообще не искупаемся у меня сегодня еще парус оползневая балка это оползни когда что-то чего-то седай чтобы сходить не седай а вода водичка сходила она какая-то вроде во мхе вроде это мох забивает но смотрится как это зая вот там хорошее фото будет повернись пожалуйста не хочешь вот там сесть причем вид вид такой шикарней будет вон туда сходи тис ягодный вот так на картиночке и вот такие иголочки он имеет в натуре это вот тис поеденный кем-то то же самое да у нас мы проходим через такую рощицу мы дошли до лабиринта мы пойдем по нему тектонический разлом с неповторимой красотой те деревья которые все во мху мы снимаем вот это достаточно красивые пускай они сейчас выглядят но это все деревья которые погибшие деревья это все погибшие деревья погибший лес это его надо убирать расчищать и делать что-то другое удалять его надо все вырубать бликует да видео идет уже слова видео вырезать надо будет случайный прокожий без кепки замученный ой ящерка убежала ну бог с ней всех ящерок не переснимаем хочешь ложи кепку в этот в рюкзак интересно возвращаться так же как пришли дуб грузинский да о какой грузинский дуб на тещина маринад этих листочков надергать вот грузинские огурцы все проходят говорят ой бедненький кто-то вот что-то тут слушает не дятел вытаскивал всякую гадость дятел вытаскивал а гадость обратно загад ага не справляется да жалко деревца говорят во время алимпиады какую-то фигню завезли и она пожрала всю рощу так что мы смотрим на остатки былого величия причем этот лабиринт понимая природное явление хотя мне кажется знаешь ступеньки все-таки подделывали но вот у меня друг на тросу прыгает просто не тарзанка а на тросах они прыгают ездят по Европе с разной я так тебе не скажу он приезжает иногда рассказывает где они прыгали они с моста они прыгали в этом Голландии потом скай парк ну там видишь там просто привязывают они с группой ребят выезжают друг друга сами обвязываются и сами прыгают в полиции в общем очень интересно мы надеемся что он будет приезжать веткой ты снимаешь что ли? и мальчику тоже ага каньон огромный каньон огромный да все во мхе все подзасохшее все надо на мой взгляд вырубать ну я не лесник может не надо может все отойдет но легче все вырубить хотя кто его знает это у лесников надо спрашивать big circle entrance 200 метров до большого кольца это мы еще даже на большое кольцо не зашли а вот это большое кольцо мы пойдем а вот это малое кольцо было бы нам сказали что если малая не любой дурак а типа если вы хотите скупаться в каньоне да Ирочка на каблуках написано не ходить поэтому мы идем в кроссовках зай как вот это называется елочка самшит самшит или тис тис елочка а мне кажется что это не елочка это она так вот оно вот оно большое кольцо Ирина Николаевна уже находится на нем а я еще не дошел все пропуск большое кольцо ура балка глубокая глубокая смол валей Катя меня убьет за мой ангельский олд паф древняя тропа старая олд паф древняя пишется наверное по другому вы вы вери вери олд паф смотри как обалдеть где у нее фото такое зачем а я видео снимаю зачем если мы при сворачивании на тропу были в духоте то здесь духота ушла здесь приятная прохлада всякие разные интересные товарищи ходят уже довольны прохладой вот внизу шумит горная река ну и ручеек а мы идем по тропе по большому кольцу а мне понравился перила не то что прям вот они очень хорошие но крепление идет сама цепочка потом одно звено идет опускается вниз крепится болтиком фиксируется и дальше пошло хорошо хорошо мне кажется придумано то есть без сварки без ничего на бутиках и мне кажется что неплохо неплохо придумано мы нашли с Ирочкой самшит вот это самшит те кустики которые у нас я рассказывал что они есть вот а это вот такой он может вырастать но тоже вот он под засох наверху там что-то пытается еще расти ну хоть снизу пытается что-то расти да нет наверху наверху это иголочки тиса да тиса а самшита ветка вся сухая ничего на ней нет вообще снизу пытается что-то оживать тут значит не все так плохо да вот как удача удача сколько там он растет чего за вот это вот я большой наверное твердость а жалко что здесь точках не видел но я хоть увидел какой бывает самшита вот это тоже самшит я теперь знаю вот это тоже самшита ирочка говорит что хорошо что мы вначале воронцовские пещеры съездили а потом сюда иначе воронцовские пещеры не впечатлили да здесь немного но здесь немножко другое ядовище а ирочка вычитала что мед из лавровишни ядовит вот это ее листики но также она вычитала что что ягоды можно есть в сыром виде я так понимаю пока ягод она не добудет ведро мы отсюда не уйдем ягод вроде не видно пошли пошли дальше должны быть ягод вот это бук я так понимаю и вот это бук поваленный и вот это бук растущий это иринка необыкновенная ватутинская ура 400 метров до древней крепости в си да надпись а вон и в си есть огне я не хочу а говорили больше не будет есть тут туалет чтобы так крепость 90 метров каньон 800 визит центр 25 километров кафе 850 мы с Ириной Николаевной подошли к крепости и решили наверх не лезть слазить тяжело будет ну подошли стены древнего к древним стенам прикоснулись от величия содрогнулись и пошли а вот под крепостью внизу вон какой обрыв с водой кстати самое что интересно причем с пресной водой так что не все так тут просто интересно куда она защищала туда или оттуда они просто прятались скаловатская альпинистка моя вот и непонятно что за бабочка то ли бабочка которая тис пожирала то ли просто красивая бабочка живая на коровушке сложила трогать не буду тис ягодный прикольно игноца колхидская Ира все пыталась понять что это вот за листочки которые влаживают иногда в цветы как украшения да это игноца колхидская а это папоротник саламандровый запомнил Дошенька а это черепыжица черепыжица колхидская улыбнись черепыжица не покушали сильно вот маханька то хвост какой все пошли дальше может может хоть они поймают этих как местных тараканов съедят ой сколько их там они все купаются они все пищат довольные прыгают вот такие крутые лесенки приходилось преодолевать ирина николаевна ху дошли куда-то здесь мы находимся французское шоссе какое шоссе французское шоссе ну девочки нам тогда и говорила что вот здесь купаются мы сейчас на каньоне чертова ворота сейчас будем омановение совершать веков вглубь веков называется тут тоже какая-то фигня показывает что у нас бедетик есть да а водопады находятся не у них на территории бук восточный магазин кафе туалет у Эрочки есть идея взять с кафе такси поехать на пляж она говорит мы все посетили я больше пешком не хочу ходить она бы сейчас не пошла купаться вот а там народ купается вон там Ирочка болтыхается плавает вот Ирочку поймал улыбается там за Ирой глубина там в мой рост можно утонуть поплавать вот в каньоне вода теплая хорошая приятная плавать хорошо хотя не знаю на море тоже хочется зая аккуратно зая там классненько встань во весь рост там а там по колено нет а нет ага ну все моя хорошая вот тебе моя красавица это вот кафешки возле водопадов разбиты на беседке можно самому шашлык жарить мангальчики стоят тут же можно снял беседку пойти скупаться нормально мне нравится развлекал лавку сделали короче и крытые павильоны есть прикольно буйволы не знаю прикольно для сучинцев провести выходные дни наверное для хостинцев для хостинцев парковочка кафе капучино 150 а это шашлык что его можно так купить не самому жарить это парковочка парковочка народ бухает вы вы выйдя из кафе решили выйти на дорогу на остановку или поймать мимо проходящую таксу выйдя на основную дорогу мы почти сразу же там стояло такси за 250 рублей договорились он сказал это такси и доехали до пляжа сейчас просим в 17.13 этого же числа месяца того же 21.08.2017 мы находимся уже на пляже идем к Сереже кататься на виндсерфинге до пляжа